Новые технологии в помощь сельскому хозяйству. Сегодня их можно было увидеть на предпосевном демонстрационном показе. О последних разработках в нашем эфире. 10 лучших сельских педагогов края сегодня получили губернаторские премии имени Степана Титова. Мы встретились с одним из победителей. Система управления медицинскими бригадами, благодаря которым ожидание скорой помощи сократится, планирует внедрить на всех медстанциях региона. И начнем выпуск с оперативной информации. В Барнауле девочки преснули в лицо кислотой. Краевой следственный комитет начал доследственную проверку. Сообщение об этом инциденте появилось сегодня в популярном паблике «Барнаул-22». А как написала сестра пострадавшей, это случилось днем 10 апреля возле дома номер 226 по улице Антона Петрова. Проходя под окнами дома, расположенного по улице Антона Петрова, неизвестный плеснул ей в лицо неустановленной жидкостью, предположительно кислотой. В результате школьница получила химический ожог позже лица. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой следователями будут изучены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессальное решение. И к другим темам. В Алтайском крае наладят сборку новейших тракторов «Кирюша». Сейчас на специальной станции в регионе модель проходит второй этап испытаний. Об этом сообщил директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков во время рабочей встречи с губернатором Александром Карлиным. Глава региона положительно оценил сотрудничество с Петербургским тракторным заводом. Он отметил, что в нашем регионе удалось организовать сборочное производство тракторов марка «Кировец» и поставки отдельных комплектующих на главный конвейер предприятия в Санкт-Петербург. Ну и мы на все про все в общей сложности бюджетной поддержки направили на проект более 150 миллионов. Хороший уровень сотрудничества. Мы его достигли, мы его сохраняем. Есть вопросы по степени локализации, но я думаю, что понимание у нас есть, в каком здесь направлении двигаться. Новые технологии в помощь сельскому хозяйству сегодня. Их можно было увидеть на традиционном предпосевном демонстрационном показе. Он прошел в Поспелихинском районе. О последних разработках расскажет Вадим Слюсарев. Руль крутится без чьей-либо помощи. Кто-то скажет, чудеса на самом деле реалии сельского хозяйства. Один из стендов пятого демонстрационного показа сельхозтехники – гидравлический автопилот для трактора «Кировец». Забиваем координаты, и машина выезжает на поле сама. Другая разработка из сферы IT – квадрокоптеры для аграриев. Пока это только пилотный проект, но в будущем он значительно упростит работу. Мультиспектральная камера, которая будет тоже на борту коптера находиться, она будет производить исследование, которое будет анализироваться в разных спектрах света. И, соответственно, будет делаться вывод и будет вылетать на место повреждения в поле коптер, который будет вносить либо удобрения, либо будет вносить пестициды. На пленарном заседании «Агрария в крае» речь шла о последних тенденциях сельского хозяйства. Чем больше мы заботимся о почве, тем больше урожая получаем – главный тезис этого дня. Поэтому так важно грамотно использовать пассивные площади. Также на первом месте – функциональность сельскохозяйственных орудий. Мы долго изучали рынок дисковых барон, требования крестьян к баронованию. И в связи с этим была разработана конструкция агрегатного носителя «АН-8». Данный агрегат очень эффективно перемешивает почву и органические остатки, что способствует их дальнейшему быстрому разложению и, соответственно, повышению плодородия почвы. Все экспонаты на выставке исключительно алтайского производства – от двигателей для тракторов до современного навесного и прицепного оборудования. К примеру, тяжелая баронозвезда выпущена Алтайским научно-исследовательским институтом технологии машиностроения. Все продумано до мелочей. Подвеска батареи и усиленная рама максимально прочные. Это снижает затраты на обслуживание техники. И мы в основном видим свое место, свою значимость в России в целом в этой отрасли по оценке Росспецмаша, который ежегодно подводит итоги, сравнивает регионы, кто производит, какую технику. И вот постоянно уже в 2016-2017 год нас отмечают как одно из ведущих в крае, где развито наиболее серьезное машиностроение. Алтайский край – один из лидеров в области машиностроения. И с каждым годом наши конструкторы совершенствуют свои разработки, что поднимает уровень сельского хозяйства в России. Каждая шестая единица сельхозтехники в стране выпущена в Алтайском крае. Вадим Слюсарев, Сергей Седых, Новости. Сельскохозяйственные предприятия региона получат финансовую поддержку. Аграрии могут рассчитывать на льготные кредиты. Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов. Предприятия получат за займы с кредитной ставкой до 5%. Уже сейчас заключены договора на общую сумму в 6,2 млрд. рублей. Подача заявок на льготные инвестиционные кредиты продолжается. В основном эти средства тратят на покупку сельхозтехники. На сегодня, так сказать, 168 заявок подано. Их отрабатываем. Это дополнительно еще на сумму 3,7 млрд. рублей. Десять сельских педагогов сегодня получили губернаторскую премию имени Степана Титова. Награждение состоялось в Барнауле. Среди лучших учителей и Лидия Еремина. Наша съемочная группа побывала в гостях у педагога и узнала, как Лидия Павловна связана с семьей Титовых. В свои 82 года Лидия Павловна Еремина активна, энергична и жизнерадостна. И все потому, как признается, что без дела не сидела и не сидит ни минуты. Сейчас на заслуженном отдыхе, но дома ее не застанешь. То праздники организуют, то встречи ветеранов. К слову, вот уже 27 лет Лидия Павловна возглавляет ветеранскую организацию пенсионеров местного сельсовета. До этого работала педагогом, 44 года. Вела уроки русского языка и литературы в Павловской средней школе, в которой когда-то учился сам Степан Павлович Титов, отец нашего знаменитого земляка, космонавта Германа Титова. Лидия Павловна рассказывает, он не раз бывал в Павловске. На сцене ребятишки стоят с Герномом Степановичем. И на обратной стороне сцены стоит, бочком, но стоит, наблюдает председатель райисполкома. И я не рискнула встать с ребятишкой. Но рядом стою, и видно, в бок у меня весь рост. Это память на всю жизнь, говорит Лидия Павловна. У нее остались фото каждой встречи с Германом Титовым. Копии она бережно хранит, а оригиналы передала в местный музей, а также в школу. У меня очень большой материал тоже собран. Он сам мне, сам подарил. Он мне писал оттуда письма из Москвы. Есть у меня видеоматериал. Он выслал парад в Звездном городке во время 9 мая. Сегодня Лидию Еремину можно назвать Титовцем. И не потому, что она так бережно хранит воспоминания об известной семье. Сегодня Лидия Павловна получила премию имени Степана Титова за активную общественную деятельность. Как признается, эта награда – большой стимул. Стимул работать дальше, чтобы о наших великих земляках никогда не забывали. Татавик Геворгян, Дмитрий Козерлыга, Алексей Шаульский. Новости. Наука, приносящая пользу в Алтайском государственном техническом университете, приняли программу стратегического развития на ближайшие пять лет. Как отмечают в Министерстве образования и науки Алтайского края, ВУЗ станет генератором инновационного развития в сферах промышленности, энергетики, строительства, транспорта и инновационных технологий. Эти точки роста направлены как раз на применение различных инновационных технологий, на внедрение всего самого перспективного в экономику и развитие нашего Алтайского края в первую очередь. И мы надеемся, что именно в этих точках роста будем расти мы, как университет, и способствовать развитию нашего края. ВУЗ один из первых в Сибирском федеральном округе начал готовить специалистов в области композитных материалов для оборонно-промышленного комплекса страны. Это изделия из карбона и наноматериалов. Параллельно с этим в УЗИ развивают проект экологически чистых материалов. В качестве сырья используют отходы растительного происхождения. Например, скорлупа кидровых орехов, плитки из этих материалов – чистый аналог ДСП и ДВП, которые не уступают по прочности и другим свойствам. Система управления медицинскими бригадами, благодаря которым ожидания скорой помощи сократится, планируют внедрить на всех медстанциях региона. Пока что экспериментальные технологии используются только в Бийске. Насколько эффективно, выясняла Полина Жданова. На планшете медика отображается адрес пациента, его состояние, например, бессознание или высокая температура. Если бригада в этот момент свободна и находится на станции скорой помощи, она немедленно выезжает. Если все на вызовах, то диспетчер по карте определяет, какая из бригад находится ближе к пациенту и отправляет ее по адресу. Такую компьютеризированную систему на станциях скорой помощи в Бийске используют уже три года. Мы стали быстрее выезжать на вызова, быстрее стали прибывать на вызова. Соответственно, уменьшилось время ожидания больных, пока не приедет бригада скорой медицинской помощи. Автоматизированное управление бригадами – пилотный проект. Его финансируют из краевого бюджета. Пока что аналогов такой системы в регионе нет. Бичане – первопроходцы. И, как признаются медики, работа по новой технологии до конца еще не налажена. Когда проблемы с интернетом, это главное неудобство. Потому что вызов не могут сформировать, например, карту вызова сразу. Хотя на этот случай, конечно же, у нас вообще идет дублирование вызова. То есть не просто, что его передают на планшет бригаде, этот вызов. А еще ведь идет передача по телефону, по рации. То есть вот эти-то моменты, они остаются. В любом случае до пациента стараются доехать в течение 20 минут. После осмотра вся информация о пациенте, его предварительном диагнозе и оказанной ему помощи, сразу заносится в электронную базу, которая доступна всем медучреждениям края. И все же проблема ожидания скорой помощи еще остается. Но причина не в минусах новой системы. Фельдшеров и врачей в крае не хватает. Полина Жданова, Роман Хайрулин. Новости. Взглянуть на Казанский Кремль, древний город Болгар и остров Свияжск. За последние полтора месяца такой возможностью воспользовались около 200 жителей нашего региона. Благодаря авиарейсу «Барнаул-Казань», который начал работу еще в марте. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов. Стоимость авиарейса в одну сторону 5,5 тысяч рублей. По словам спикеров конференции, это шаг к тому, чтобы турпоток между регионами стал еще больше. Добавлю, на прошлой неделе алтайская делегация посетила республику с рабочим визитом в рамках выставки «Туризм и спорт». Совсем скоро ответный визит в наш регион нанесут и представители Татарстана на форум «Визит Алтай». Бренд Алтая, он очень сильный. Вот любого абсолютно человека. Если я говорил, что 10 из 10 скажут, что полететь из Казани на Алтай напрямую нельзя, то есть они не будут знать об этом рейсе, то если спросить, хотите ли вы поехать в Алтайский край, я уверен, что на Алтай 10 из 10 скажут, что хочу. То есть имидж очень положительный. Белокурих очень известный российский курорт, поэтому спрос уже сейчас есть. Стратегическая перезагрузка, с чего в нашем регионе начнут реализацию послания президента. Дискуссия на эту тему пройдет в Алтайском край. Основные вопросы форума – здоровье и экология, социальная сфера, городская среда, образование и достойная жизнь. Дискуссии пройдут на четырех площадках в Бийске, Рубцовске, Заринске и, конечно, в Барнауле. Мы сформулируем наши предложения по реализации наших партийных проектов, по развитию нашей экономики, по развитию отраслей бюджетной сферы, образования, здравоохранения, экологии и так далее. И вот такой пакет предложений в виде резолюции будет направлен в Центральный исполнительный комитет партии в Москву. Краевой пробег «Кольцо Победы» пройдет в Барнауле 9 мая. Соревнования посвящены 73-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники смогут выбрать разные дистанции на 1, 2, 5 и 10 километров. В забеге на 1, 2 километра примут участие все желающие. На 5 и 10 километров бегунов допустят только по заявкам, заверенным врачом или по справке врача. На дистанции 2 километра посоревнуются инвалиды-колясочники. Победителей наградят призами, дипломами, медалями. Регистрация участников начнется с 11 часов. Парад открытия запланирован на 13 часов. Первые забеги стартуют через 15 минут с площади советов. Познать все тайны сыроварения и просто попробовать вкусные и полезные продукты. Международный колледж сыроделия принимал гостей на дне открытых дверей. Вместе с ними проводил дегустацию Владислав Кириенко. 8, 49, 50, 51, 52, 53. Кулинар! Не повторить ошибок Хоботова и стать настоящим кулинаром, мастером своего дела. Такая задача у студентов Международного колледжа сыроделия. В одном из самых хлебосольных СУЗов нашего края работает целая лаборатория молока и молочных продуктов. Ее сотрудники и студенты готовы похвастаться собственными разработками. У нас в Международном колледже сыроделия и профессиональных технологий разработана своя нормативная документация. То есть, соответственно, свой сыр. Это моцарелла, вот так вот она выглядит, и пицца-сыр. Вот так вот выглядит он. Моцарелла и пицца-сыр, они прекрасно подходят для приготовления каких-либо салатов и идеально подходят для приготовления пиццы. Оценивают продукцию гости, школьники, старшеклассники. Здесь они также могут продегустировать фирменные булочки с маком, прироженные и с добу. Но пришли в колледж не только, чтобы наесться до отвала, а еще поучаствовать в мастер-классах по плетению сырной нити и приготовлению плавленого сыра. Мы считаем, что ребятам это интересно, они могут увидеть оборудование, как собирается, как разбирается, еще вообще как бы оно состоит. Вот, так же продегустируют продукцию, так же глянуть, посмотреть, как эта продукция вырабатывается. Поэтому мы считаем, что это будет интересно, что кого-то это заинтересует. По словам организаторов, такие мастер-классы – отличный повод позвать к себе абитуриентов. Любовь к будущей профессии в данном случае лежит через желудок. Владислав Кириенко, Антон Червяков. Новости. Солисты, танцоры, музыканты – около ста человек из 27 районов края приняли участие в ретро-фестивале. Они показали, как жила молодежь 40-50 лет назад, какие наряды носили, какую музыку слушали. Фестиваль «Да не иссякнут! Родники таланта» прошел в Барнауле. Они несут своим творчеством еще и пример для молодого подрастающего поколения. И поэтому они с гордостью, с радостью и с полной отдачей своего мастерства участвуют в этом фестивале. Вот в этом году я выбрала себе «Фламенко». А мне очень нравится, я надеюсь, что я буду этим заниматься, долго совершенствоваться. Потому что здесь куча, куча, куча всяких движений. Тем более с кастанетами, ударами ногами, руками. Это очень хорошо для пенсионеров особенно. Суставы все развиваются. Все участники успешно показали эпоху ретро, эпоху, наполненную энергией и задором. Зажигательный испанский танец Светланы и виртуозное исполнение песни «Гранада» Бориса Рахмелевича позволило занять дуэту первое место в доминации ретро-песни прошлых лет. Лучший романс исполнила Татьяна Светаила из Шипановского района. А самой виртуозной игрой на гармонии жюри признали папури на военные песни Владимира Кутякова. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте katun24.ru. Я желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь с нами.